Дворца культуры имени Малунц. История бальных танцев писалась людьми, далекими от искусства. У нас было очень много политехников, медиков, то есть студентов, которые учились в политехническом институте, в медицинском институте, в автодорожном институте. Центр культуры находился здесь, во Дворце культуры нефтяников. И они все приходили сюда. В программу с символичным названием «Набис» танцоры попытались уместить все, что ансамбль пережил за 50 лет существования. Глядя на это, сложно представить, что омских танцоров могли оставить без любимого дела. В стране, где на дискотеках даже вели жесткий норматив не менее трех квадратных метров, танцпола на одну пару, альтернатив кадриле быть не могло. Те танцы, которые сейчас доминируют, были объявлены буржуазной пропагандой. И мы, что называется, втихушку занимались ими. И это дало свои результаты. Молодежь шла к нам в школу, танцевала. За один вечер на сцену Дворца культуры Малунцева вышли все составы ансамбля «Иртышские зори». Почти 50 человек. К сожалению, говорит руководитель Валерий Морозов, юных звезд могло бы быть больше. Но многие горожане к больным танцам относятся скептически. И видом спорта их не считают. Записывают детей на хоккей или гимнастику. И тем не менее, артисты уверены, смогут вернуть былой интерес. А солисты ансамбля «Иртышские зори» выйдут к зрителям на бис еще не один раз. Андрей Крылов, Анатолий Соколенко, Дмитрий Алдыгепченко, 12 канал.